В Люберцах отметили 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. У Вечного Огня состоялся митинг и дан старт патриотической акции. У Лёшки хлебушек в руках. Кусок засохший обнаружил и рядом с мамой подобрал. Теперь мамуле он не нужен. Её Господь к себе забрал. Это сложно представить, но в годы блокады на одного человека выдавался вот такой кусочек хлеба. Ровно 125 граммов. Маленький брусочек делили на завтрак, обед и ужин. Но эти крупицы спасали жизнь. Помню заклеенные окна. И, честно говоря, даже не было ни абажуры, ничего, ни люстры никакой. Лампочка была просто на потолке. И как бегали бомбоизбежище, помню. Ежегодно в день снятия блокады Ленинграда у мемориального комплекса Вечный Огонь проходит митинг. Жители округа не только чтят память погибших, но и выражают слова благодарности тем, кто выжил. Есть страницы в истории России, её тысячелетней истории. Страницы, которыми мы гордимся, которые мы помним. И вот одна из страниц – это блокадный Ленинград. Здесь вот стоят молодые, юные ребята, которые всё это знают только по книжкам и из рассказов очевидцев. Сегодня в городском округе Люберцы проживает 50 блокадников. Они как напоминание о том страшном времени, где не было детства и спокойной, сытой жизни. Издано в Московской области 30 книжек, которые рассказывают о судьбе блокадников, о случаях, которые происходили в нашей истории. 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда посвятили ещё одну патриотическую акцию – второй Пискарёвский международный зимний полумарафон. После того, как глава округа Владимир Ужицкий дал официальный старт, десятки жителей городского округа взяли в руки палки для скандинавской ходьбы и направились к стадиону торпеда. Очень трогательно, очень почётно, можно сказать. Проплакались. Мы, люди, конечно, этого не пережили, но знаем, как наши родители всё это пережили. Луиза Игазырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok